Всем привет! Мы находимся в Новосибирском Академгородке. Это место сердца сибирской науки. Здесь 30 научных институтов и почти в каждом из них есть свой музей. Путешествия по ним это отдельное приключение, полное новых знаний и удивительных открытий. Именно о музеях и экспозициях Академгородка сегодня пойдет речь. Поехали! Начнем наше путешествие с действующих установок института теоретической и прикладной механики СОРАН, а именно с аэродинамических труб. В них моделируются потоки воздуха на скоростях от самых малых до гиперзвуковых. Визуализируется движение воздуха вокруг летательного аппарата и даже внутри его двигателей. Вы узнаете, как все это помогает ученым создавать современные самолеты и космические аппараты. И, конечно, увидеть аэродинамические трубы своими глазами. Продолжим наш путь и выйдем к проспекту имени Академика Лаврентьева. Это самая научная улица в мире. Вдоль нее расположено 16 научных институтов. Перемещаемся вниз по проспекту Лаврентьева и попадаем в Институт ядерной физики. Это крупнейший академический институт страны и один из ведущих мировых научных центров. Здесь можно прикоснуться к настоящей науке. На экскурсии вам покажут уникальные установки института. Например, единственный в России комплекс установок со встречными пучками, в который входят два коллайдера, а их в мире всего семь. На этих установках проводятся эксперименты в области физики высоких энергий, а также эксперименты с использованием синхротронного излучения. В Институте ядерной физики вы также увидите установки для экспериментов над плазмой, одним из агрегатных состояний вещества, из которого, например, состоят звезды. Установки для обеззараживания биопродуктов и материалов, для лечения рака и многое другое. Все это здесь, в Институте ядерной физики. Переходим через дорогу и попадаем в Институт цитологии и генетики. При институте создан музей истории генетики в Сибири, где можно узнать как об истории этой науки, так и о современных направлениях, по которым работают ученые. А еще институт проводит экскурсии по биологическому кварталу, в котором расположено сразу четыре биотехнологических института. Центральное место в биологическом квартале занимает СПФ «Виварий» — сооружение с современнейшим оборудованием для разведения и содержания так называемых чистых лабораторных животных, то есть свободных от любых микроорганизмов. Именно такие грызуны нужны для испытаний потенциальных лекарств или исследования заболеваний. Совсем рядом находится музей Института почвоведения и агрохимии «Соран». Здесь вы узнаете о том, что самое главное богатство России у нас под ногами. Удостоверитесь в том, что растения умеют говорить, а также сможете рассчитать, во сколько раз почва, на которой стоит ваш дом, старше вас самих. Переходим от биологического квартала к проспекту имени Академика Коптюга. Как раз здесь расположен памятник этому замечательному ученому-химику, который 17 лет возглавлял сибирское отделение. На этой улице расположено целых два геологических института с двумя музеями. Один из них — палеонтологический. Здесь хранятся ископаемые остатки организмов, живших в морях и на суше свыше миллиарда лет тому назад. Многие древнейшие экспонаты можно даже подержать в руках. А в Центральном сибирском геологическом музее вы увидите тысячи образцов минералов и полезных ископаемых из Сибири, Дальнего Востока и всего мира. Коллекции цветных и поделочных камней, десятки метеоритов, уникальные экспонаты кристаллов и минералов, открытых сотрудниками Института геологии и минералогии. Всю эту красоту можно увидеть здесь. Двигаемся дальше по проспекту Коптюга и попадаем в Новосибирский государственный университет. Здесь действуют целых три музейных площадки. Расскажем про одну из них — научно-образовательный центр «Эволюция Земли». Здесь вы узнаете о строении Земли и ее месте в космосе, о составе геосфер и движениях летосферных плит, о геологических процессах в недрах Земли, о минералах и горных породах, о полезных ископаемых и способах их добычи, об эволюции всего живого и многое другое. Мы с вами уже познакомились с музеями в области физики, биологии и геологии. Чем еще известен Академгородок? Конечно, своими археологическими находками и открытиями. На очереди музеи и выставочные площадки Института археологии и этнографии СОРАН. Во-первых, это историко-архитектурный музей под открытым небом. Здесь находится церковь спаса нерукотворного образа из-за Шиверского острога. Этот шедевр русского деревянного зодчества построили в 1700 году, а в 80-х его перевезли в Академгородок с берегов реки Индигирки в Якутии. Во-вторых, музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока, где можно увидеть мумию возрастом более 2000 лет, реконструкцию женского наряда знаменитой мумии с платоу Кок, уникальные находки, относящиеся к разным векам до нашей эры. Если прогуляемся до конца улицы Золотодолинской, то попадем в Центральный Сибирский ботанический сад. В этом особом научно-исследовательском институте вас проведут по тропикам оранжерей, а летом еще и по экспозициям на открытом воздухе. На экскурсиях по Ботаническому музею Сибири вам поведут тысячу и один рассказ о растениях, грибах и лишайниках нашей планеты, а также о людях, исследующих эти миры. А все о прошлом, настоящем и будущем науке Сибири, например, об искусственном интеллекте, об учислительном центре или цифровой экономике, вам расскажут здесь, в выставочном центре СОРАН. На постоянной выставке «Наука Сибири» вам расскажут многое о науке и ее достижениях. Здесь представлено более 500 разработок из 9 научных центров Сибири. Самый большой из них — Новосибирский. Выставочный центр также приглашает в музей подарков Сибирскому отделению РАН, Музей науки и техники СОРАН и на множество временных тематических выставок. А если нужно отдохнуть от огромного количества научной информации, то совсем рядом с выставочным центром на Морском проспекте находится Дом ученых. Это место, где физика соседствует с лирикой. Здесь проходят научные конференции, концерты, спектакли и фестивали. Большой концертный зал Дома ученых не уступает лучшим сценам Москвы и Санкт-Петербурга. В картинной галерее и в Зимнем саду можно увидеть полотна сибирских художников. Здесь проходят фотовыставки, а также выставки флористов, керамистов и других творческих людей. Многие из них на самом деле ученые. Талантливый человек, талантлив во всем. Так много всего еще хочется рассказать и показать, но лучше сохранить небольшую интригу. У нас еще много музеев. Например, музейный комплекс Института Катальза, выставочные площадки, в том числе на открытом воздухе, арт-объекты, памятники и многое другое. В общем, до встречи в Академгородке! Субтитры создавал DimaTorzok